Переходим к нашей традиционной рубрике «Карта войны». Информация, которую мы далее озвучим, по состоянию на 5 августа 2022 года. Традиционно начинаем с Харьковской области. Напоминаю, что голубым цветом выделена территория, которая была освобождена вооруженными силами Украины. По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, напомню, эта карта предоставляется аналитиками Американского института изучения войны. На Харьковском направлении российские войска пытаются прорвать оборону украинских военнослужащих возле Гусаровки. Боевые действия продолжались по состоянию на ночь на 5 августа. Славянское направление одно из самых перспективных для вооруженных сил Украины. Буквально 4 августа появилась информация об освобождении сразу нескольких населенных пунктов вооруженными силами Украины на славянском направлении. Вот город Славянск. Это одна из целей вооруженных сил Российской Федерации. По заявлению наших гостей, гостей информационного марафона Freedom, Генеральный штаб вооруженных сил Украины говорит о том, что на славянском направлении попытки наступления российских войск в районах Долины и Богородичного, сейчас вот эти населенные пункты на ваших экранах, они благодаря умелым действиям вооруженных сил Украины, они закончились крахом, бегством вооруженных сил Российской Федерации. Еще один город, который стратегически важен для обороны всей Донецкой области, которая ныне под контролем вооруженных сил Украины, это Бахмут. На бахмутском направлении штурмовыми действиями российские войска пытались улучшить тактическое положение как раз в районе Бахмута. Сейчас этот город на ваших экранах, вот ближе показываю вам, чтобы вы понимали, да, насколько недалеко от временно неподконтрольной территории Украины до Бахмута, и насколько, естественно, Бахмут постоянно обстреливается российскими войсками. На бахмутском направлении российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение как раз возле города Бахмута, возле Солидара, Яковлевки и Вершины. Успеха не было у российских войск, отошли. Вблизи майского академы боевые действия в ночь на 5 августа продолжались. Также по заявлениям вооруженных сил Украины, генерального штаба, украинские силы обороны освободили села Мазановка, Дмитровка, это Донецкая область. За неделю вообще были освобождены два этих села. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба Алексей Громов. И также напоминаю, что в городе Торецке 4 августа погибли четверо мирных, 8 мирных жителей, четверо-пятеро получили ранения в результате обстрела остановки общественного транспорта. Торецк, это Донецкая область. Среди пострадавших трое людей, по предварительной информации, армия Российской Федерации вела огонь из артиллерии. Тяжелая ситуация, по сообщениям украинских военнослужащих, генерального штаба, сохраняется в песках. На Донбассе называют этот населенный пункт Пески. Это Донецкая область. Американский институт изучения войны подает эту территорию как уже временно неподконтрольную. Вооруженные силы Украины, генеральный штаб говорят о том, что бои продолжаются. Это важно заметить, я думаю. Это важно об этом сказать, о том, что Пески не под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Ну и также информация есть от генерального штаба вооруженных сил Украины. По самому известному мосту, наверное, в Украине, что ночью на 5 августа в районе Антоновского моста, это Херсонская область, перейдем туда, в районе вот как раз железнодорожного моста, тут он недалеко от Антоновского основного, были взрывы в ночью. По данным Центра стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины, попадание возможно было не только в сам мост. Ну и военную технику противника, мы ждем обновления информации, генерального штаба вооруженных сил Украины, сколько еще техники вооруженных сил Российской Федерации было демилитаризировано возле Антоновского моста. Ну и добавлю также, что Южнобургское направление еще одно из перспективных, как для вооруженных сил Российской Федерации, так и для украинских. Российская армия сосредотачивает усилия для недопущения продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой им территорией. Еще раз напоминаю, что вот город Запорожье, сейчас на ваших экранах, я увеличу его, чтобы вам было понятнее. Город Запорожье, по словам советника главы Офиса президента Украины, и также Херсонское направление, вообще вся Херсонская область, это и Николаев. Это одни из самых перспективных, необходимых направлений для вооруженных сил Российской Федерации, я сейчас не ошибаюсь. Алексей Арестович говорил о том, что как раз и на Запорожье готовится наступление российских войск, и в том числе по направлению Херсона, от Херсона на Николаев. Насколько это соответствует правде, как говорит господин Арестович, мы вскоре можем уже увидеть непосредственно на поле боевых действий.